Здравствуйте! В эфире программа «Секреты бытия» и я ее ведущий Анатолий Панников. Тема сегодняшней передачи «Творческая мастерская земстрии». У нас в гостях Татьяна и Валерий Полосьмак. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте! Ребят, ну расскажите, что же такое «Творческая мастерская земстрии»? Наверное, я начну. «Земстрии» с перевода церковно-славянского, древнего славянского языка – это «живущие на земле». Вообще земстрии – это наш такой союз творческих людей, объединенных любовью к православной культуре и христианским ценностям. Мастерская является воплощением проектов музыкального, театрального и художественного искусства при храме Рожестова Христова Севасташку. Я как бы с 2000 года, Татьяну чуть попозже, но вот на православной культуре мы объединились, и настоятель храма Рожестова Христова наш Виталий Кулешов, мы с ним долго разговаривали на эту тему, вот, и решили создать такую мастерскую, творческую. А каким образом возникла идея? То есть от кого она пошла? От вас или от священника? Или это как-то совместное было движение? Я думаю, совместное, потому что он, будем так говорить, сам творческий человек, и все его идеи, которые он предлагал, как бы в таком будущем, вот, получилось так, что мы, когда с ним говорили, встретились и поняли, что постепенно, шаг за шагом у нас вот такие вот творческие какие-то проекты появлялись. То есть вы познакомились сначала просто как прихожане, да? Вы стали ходить в храм, в этот, вот, и потом по ходу общения возникла вот эта вот идея создания этой творческой мастерской. Да. Хорошо. Какие же тогда основные направления деятельности этой мастерской? Чем она занимается? На что направлен основной вектор, что ли, движения творческого? Творческого движения. Я думаю, что это общение молодежи, вот, у нас на данном этапе, потому что мы хотели бы объединить именно православно-христианскую молодежь. Вот. Потом подготавливаем и выполняем работы форм, как бы, архитурные формы. Это деревянное зодчество, вот, стараемся делать какие-то поделки, работы музыкальные, вот. Вот. И последний наш, это вот театр. Какой вот театр? И даже театр. Да, театр кукольный. Кукольный театр. Хорошо. Валерий, а по поводу зодчества вы можете что-то показать? Вот мы когда были в храме, там и колодец видели, и остановку. Да, у нас... Это все вашими руками и сделано, и придумано вами, да? Да. Вот сейчас, в данный момент, у меня с собой, вот, поклонный крест. Ага. С поклонного креста у нас, в принципе, все и началось. У нас, мы когда с батюшкой воздвигали поклонный крест, вот, как бы, возле этого креста, потом, вокруг этого креста нашего, все. Все и возникло. Да, и вот земля, земля, как бы, она начала жить. Жизнь ее пошла с земля. Хорошо. А расскажите, вот, о вашем музыкальном направлении. Что вы в этом направлении делаете? Вот музыкальное направление у нас получилось следующим образом, что первый наш альбом, который увидел свет, я познакомился с Радиаком Рафаилом, это монахом Опниной пустыни, и познакомился опять же в храме, это все через храм, вот, где мне батюшка наш, настоятель, позвонил, говорит, Валерий, не придете, не пообщайтесь, вот, я пришел, пообщался, и мы поняли, что надо выпустить диск Радиаком Рафаила, у нас вот вышел диск, называется Вижу райский в небе поля, вот такой диск, Вижу райский в небе поля, кстати, по-моему, даже вот, вот, вот он где, отец Рафаил, отец Рафаил, да, как раз на... Он сам сочиняет и тексты, и музыку? У него есть, он сам сочиняет, есть, где он просто берет слова уже готовые, вот, монахов, ну, а у меня попросил как бы сделать музыкальную, всю подкладку, как бы музыкальные композиции. Это первый у нас был альбом, который, да, он как бы нашелся... А где, где вы этим всем занимаетесь, где эта студия ваша находится? Находится в таком частном доме, вот, там мы располагаемся, и все, 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 и клирос мы там записываем, вот, когда есть в этом необходимость записать клирос, мы там их записываем, вот, а также вот можем показать, вот, у нас даже вот такой вот есть, вот, батюшка освещает, ударный станок. Понятно. Ну, как бы, все, все, через освещение. Вот, этот, вот, очень для нас дорогой был диск, это вот «Свет надежды», по книге «Уроки отца», вот, это Георгий Ансимов написал эту книгу, прозыва отца, убиенного Павла Ансимова, которую расстреляли на Ботовском полигоне. В 1937 году, да, и вот он, значит, сейчас в лике святых, вот икона, и эта икона расположена как раз у нас, в нашем храме, да. Но, вот, а дочь его, Надежда Ансимова, да, она вышивала пароманы, вот такие вот пароманы, да, и она крестьянка, по благословению. Она была духовной учебой. Духовной учебой. И мы, вот, выпустили такой диск «Свет надежды», как раз это последняя «Свет надежды» отпевания ее, презентация книги Георга Павловича Ансимова. Угу. Хорошо. Тогда мне вопрос Татьяне. Татьяна, помимо всего, я так понимаю, что вы занимаетесь еще и благотворительной деятельностью. И вот то, что с театром детишки, я вижу здесь, какие-то у вас театральные постановки происходят в храме. Чуть-чуть расскажите немножко об этом. Да, ведь у нас храм Рождества Христова, и в канун Рождества в прошлом году мы решили сделать такой подарок детям. Мы решили поставить сказку для детей и сделали кукольную постановку по благословению батюшки. Написали сценарии, сделали сами декорации. Валера расписывал задник. Вот пригласили помочь актрису из театра. И сделали спектакль своими силами для детей. К празднику Рождества Христова. Да, к празднику Рождества Христова в прошлом году. Очень много деток было. Мы записали всю творческую мастерскую. Да, записывали сами, сочиняли слова, музыку. Потом мы выпустили DVD-диск, чтобы каждый мог потом оставить память об этом спектакле. И Куртицкий-Коломенский, митрополит, он нас наградил грамотой за этот спектакль. Мы не ожидали, но вот видите, нас оценили. Да, мы так не ожидали, но как обычно на что-то другое делаешь ставку. Замечательно. Получается. Валер, к вам вопрос. Вы тоже сочиняете и музыку, и тексты православные, и выпускаете уже свои альбомы, помимо отца Рафаила, я так понимаю. Да, просто... У вас есть свой певец. Да, мы приглашаем, как бы сейчас говорят, Сесиона, человека, который наш друг, он соответствует нашему восприятию музыкальному полностью, и нас дополняет полностью. Но слова пишет Татьяна. Все слова этих песен пишет Татьяна. Да, Татьяна. Я такой музыкальный ряд и как бы наложение музыкальное делаю. Потом это мы делаем, все сводим, и мы тоже выпускаем диск. Хорошо. У меня есть к вам проакционный вопрос. Когда я прослушал ваши диски, ваши песни, вот как вы мне сейчас возразите, не сравнивается ли это, я вот видел протестантские, так сказать, такие тексты, когда... Ну, правда, они это делают в храме, то есть тексты канонические поют под современную музыку. Вот как вам кажется, нет здесь никакого, так сказать, соприкосновения с этим? Я могу сказать. Да. Значит, вот человек, он весь такой красивый, вот, может покраситься, подкраситься, там, не знаю. Вот он весь прекрасный, хороший такой идет. Но когда начинаешь с ним разговаривать и думать о внутреннем состоянии, человек там очень больной. Вот душа больная, а потом страсти, грехи, которые человек накапливает, я их называю рюкзаком. И этот рюкзак всю жизнь с собой несет. Вот. Казалось бы, ну, в храме исповедоваться, причаститься, да? Грехи уходят. Уходят потому, что их потом не повторяешь. Вот. И мы подумали, ну, а почему бы хотя бы молодежи нашей, вот, может быть, в современной музыке, может быть, конечно, ритмы такие уж, суровые, я не знаю, там, тяжелые. Здесь просто роковые композиции. Роковые, тяжелые, да. Но через них все-таки именно смысл несем, мы вот стараемся нести именно это. То есть вы считаете, что на их более доступном им языке объяснить вот эти вот православные истины, вот эта задача, да? Понятно. Я бы хотела немножко дополнить. Здесь, как бы, наши проекты не столько церковного характера канонического, сколько общего морального, то есть, общий этический. То есть ценности, которые для всех абсолютно ценны. То есть и для молодежи, и для пожилого возраста. Каждый выберет все равно свое. Ну да, я и сам сказал, что тут есть все-таки отличие, что протестанты, они канонические тексты поют под право современную музыку. А у вас все-таки совершенно отдельно. То есть вы хотите своим языком более доступно объяснить молодежи... Да, может быть, молодежь, которая не пришла еще в храм, послушав ваше. Мы хотим рассказать, что им счастливые люди, что у нас есть храм. Да, каким-то образом, может быть, приведет в храм. Это уже будет большое счастье. Что храм, это не только, как бы, крещение, венчание, отпевание. Что храм, это жизнь. Это большая жизнь, это духовная большая жизнь. Вот этим мы, в принципе, и хотим показать. А скажите, вот вы результаты своей деятельности видели, приходит, вот в это время, сколько существует, да, творческая мастерская о земстве, и за это время кого-то сподвигло из молодых людей, что они пришли в ваш храм? Или просто пришли не в ваш храм, а просто в храм? Ну мы надеемся. А нет таких случаев? Вы не фиксировали? Нет, ну вчера отец Рафаил позвонил из школы, он давал благотворительный концерт. И, в общем-то, там дети, молодежь, знают про земстве, то есть на сайт заходят, знают наши песни, знают наши проекты. Они спрашивают, отец Рафаил, когда спросил, вернее, у него спрашивают, где можно ваши диски приобрести, нам нравится ваша музыка, он говорит, заходите на сайт земстве. Я говорю, да мы уже заходили. А, кстати говоря, а действительно, а где можно приобрести ваши диски? Ну, наши диски, в основном, конечно, в храме Рождества Христова, в нашем, в Одном. Да, либо так вот мы по друзьям, по знакомым распространяем. Пока целенаправленно по храмам вы не распространяете? Нет. Понятно. Целенаправленно пока. Но хотелось бы, чтобы это все-таки более широкий круг. Это еще один наш проект. Это и есть. Очень много просто мы берем идей именно для написания той или иной песни, как паломники. Паломнические поездки бывают, вот тот же самый «Оптинный пустынь». Вот диск «Прорыв», который все тоже как бы о нем так. А вот, не знаю, но он мне приснился в «Оптине». Сам, да, и вот заглавные песни мы взяли, заглавные песни там «Священника», слова. Совершенно случайно получился диск «Русский крест». Мы познакомились в «Оптиной пустыне» с Колей Мельниковым. Это поэт, который написал «Русский крест». И буквально за 10 дней до его гибели он записал «Русский крест». Вот он в студии пишет. В студии у нас в студии записал автор, сам начитал свою поэму. И через 10 дней его не стало. И так получилось, что это своего рода реквием. Этот диск по Николаю Мельникову. Все вот эти вот рисунки, это все его, это он «Русский крест» так изобразил. Потому что я хотел, когда мы разговаривали о этом диске, я говорю, «Коль, давай мы сделаем как-то так, с музыкой». Нет, не надо, только этого ничего не надо. И как вот он хотел, так и получилось. Там даже шип слышен, все погрехи слышны. Но мы оставляем это как именно история, как первое и последнее. Ребят, а расскажите еще о воскресной школе. Я так понимаю, у вас уже заложили, да, фундамент новой воскресной школы при храме? Да, да, да. Вот у нас, по благословению батюшки, освещение идет. Вот место, освещение место под воскресной школой. Вот. А есть проектик? Да, вот проект, ну это как бы эскиз, вот такая воскресная школа. А чей проект? Мой. Скромно сказала, Валера. Все творческая мастерская земли. Ну да, мы вот, ну естественно мы спрашивали у матушек, спрашивали у батюшки, что там нам надо сделать, какие мы хотели бы кабинеты проскорнивать. Да, вот помимо, так сказать, воскресной школы, что там еще будет? Какие, чем там могут еще дети заниматься? Там будет такой написанной мастерская, вот, там будет как раз кукольный театр. Музей обязательно. Музей, потому что мы нашли, музей храма мы нашли на колокольне, да. Эскизы ценные, там тоже будут располагаться. Эскизы храма? Иконостаса. Иконостаса. Да, иконостас. Потом, значит, просфорни, где просфоры будут делать, ну естественно трапезные, вот. И какие-то... Кукольный театр. Кукольный театр, я сказал, театр, да. И какие-то, я думаю, для девчонок, для мальчишек, для развития именно, может быть, физического. Рукодельные какие-нибудь. И рукодельного, да. Понятно. Вот что-то такое. Валер, ну вообще, это же стоит денег, все, все эти проекты и так далее. Как, откуда вы находите, как вы умудряетесь находить на это еще и средства? Ну пожертвования, вот, появляются такие спонсоры, которые нам помогают, мы их благодарим за это. Вот сейчас первый этап уже сделан. Школы, это нулевой цикл мы поставили. Да. Ну, школа, конечно, она не такая уж большая, это 20 на 9, вот. Ну, нулевой цикл готов, уже три помещения по 48 квадратов. Мы уже как бы и окна вставили, и двери вставили. И вот теперь сейчас хотим уже с марта месяца начинать дальше движение ввысь. Ну, она невысокая будет. Наша задача не перебить храм, чтобы красота храма оставалась. Понятно. То есть, все было в стиле, в едином стиле. Татьяна, а кукольным театром, я так понимаю, вы будете заниматься, как театральный человек, да? Что вы предполагаете там сделать? Я предполагаю делать, естественно, православную тему, то есть, какие-то праздники, которые очень большие, церковные, делать кукольные спектакли, также занимать детишек, которые будут ходить в эту воскресную школу, делать что-то с детками, не только кукольные. Понятно. Также драматические какие-то постановки на православную тему. Ну, будете обучать и актерского мастерства, я так понимаю? Да, нести доброе, мудрое, вечное. Понятно. Сеять. Понятно. У нас рядом с храмом находится село Жостово, и, естественно, там есть Жостовский, я не знаю, кто помнит, наверное, ну, я помню. Но Жостовский поднос все знают. Да, 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 просто как-то время ушло немножко. Сейчас опять же начинается промысел. Да, 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 Роспись Жостких подносов. Мы предложили им расписывать храмы на Жостких подносах, и вот такая у нас идея появилась, мы им заказали, и они сделали несколько хороших, красивых подносов, там еще на фотографии есть другое изображение нашего храма, вот. И теперь мы, как бы, слышим, что уже это пошло дальше, уже на этих подносах Жостовских расписываются другие храмы. Нам это приятно. То есть, это ваша идея? Ну, как бы... Воплотилась в жизнь? Да, да, ну, мы не только... И зажила своей жизнью. Да, да, да. Потом, вот про храм, у нас есть копия даров волхов. Вот копия, это... Абсолютная копия. Абсолютная копия. Абсолютная копия. Она освящена на Кипре, она освящена на Афоне. Вот, монах сам это сделал, нам привез, и вот он сказал, что у вас храм Рождества Христова, я хочу вам, вот, чтобы он у вас был. Валя, поподробнее, может быть, многие наши телезрители не знают, что такое дары волхвов. Объясните, так сказать, что туда входило в дары волхвов. А, это ладан, смирно, мира, маслица и золотые пластины. Золотые пластины. Это то, что волхвы принесли Иисусу Христу в дар во время его рождения. В день его рождения. И вот один к одному, в общем-то, он сделан, но мы это все как бы взяли в общую канву такого деревянного зодчества, и у нас вот есть святыни, где они все стоят. Поэтому у нас вот это вот... Это не частички этих даров, это просто копия этих даров. Это копия, копия, нет, нет, да. Понятно. Ну, освящена на Афоне и в Греции, на Афоне и на Кипре. Понятно. Валер, а может быть, вы еще расскажете, какие святыни, я знаю, что храм этот старинный, там и граф Шереметьев руку приложил к строительству этого храма. Какие святыни у вас там находятся, буквально, так сказать, в двух словах? Ну, вот можно о сегодняшних святынях? Конечно, конечно, конечно. Дело в том, что вот недавно у нас то же самое мы заказывали, у нас вот икона теперь святого Пантелеймона, вот она есть, и это вот как бы тоже резьба вся эта сделанная. Вот батюшка не любит говорить, чтоб я говорил, но это маточка написала икону, она иконописец. Вот, и вот у нас такая вот икона есть. Замечательно. А резьба, она полностью повторяет иконостас? Да, полностью иконостас, да, чтобы все было опять же в едином стиле. Да. Сейчас, вот как раз вот тот деревянное изотчество, которое говорим. Вот голбец, кто называет голбец? Кто называет голубец? А что это такое? Голбец это как раз дорога к храму, когда показывают. Это столбы, которые показывали дорогу к храму, либо к погосту. То есть, около этого места можно было встать, помолиться, как правило, они с иконой были голбецами. Да, икона была именно того храму, к которому вы направляли. То есть, это такое как бы место лобно, где православный мог просто отдохнуть, помолиться. И так же, как указатель был по госту и к храму. Да, понятно. А чудотворные иконы есть у вас какие-то в храме? Чудотворные, мы считаем, вот Николая Чудотворца у нас, иконы чудотворные. Это очень интересная история. В годы войны солдаты, после того, как отбили немцев, фашистов, вернули, принесли, вернее, эту оккупу. Они ее нашли, они рыли, когда окопы, нашли, наткнулись на эту икону. И принесли в храм единственно действующий тогда. Да, но это подожди. История вот такова, что когда они ее нашли, когда окопы рыли, они из нее сделали дверь с этой иконы. Они икону лицом в себе, ликом в себе, вовнутрь, и когда выходили на сражение, они молились. А офицеры проходили, они не видели, потому что доска-доска. И после того, как враг отступил, они эту икону взяли и принесли в наш храм, потому что он ни разу не закрывался. Вот. И теперь у нас вот такая, как он и есть, да, нафилатура. Замечательная история. У нас история там еще с колоколами. Когда в войну приехали колокола отбирать, переплавлять, то все село встало и... Не пустило? Не пустило. Не дали? Не дали. Ну, в общем-то, все-таки забрали колокола и оставили расписку, что после войны вернут колокола. Ну, естественно, этому никто не поверил, но батюшка взял и приложил. Расписку? Да, приложил. А в каком-то, я не знаю, не буду говорить, в 50-х годах, в каком-то, не знаю, в общем-то, приезжает автомобиль и говорит, забирайте свой колокол, а расписку отдайте сюда. Потрясающе. Да. Ну, не тот колокол уже, естественно. Ну, все-таки. Понятно. Это такой вот стенд перед храмом, здесь у нас богослужение как раз, расписание богослужений, какие-то требы, приположим, телефон, как можно обратиться, позвонить сразу, что-то, если у кого какие-то есть вопросы. Вот, вот такое то же самое, это направление к нашему храму, такой вот стендик стоит у нас. Замечательно. Вот, сейчас я секундочку, вблизи, это как раз, это все на ткани, вот, мы заказывали тоже в мастерской в одной эскизе, сами делали и заказывали. И вот, знаете, молодцы, хорошо держатся краской. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам огромное за беседу. На прощание мне бы хотелось попросить, Валерий, может быть, вы нам сыграли что-нибудь из своих произведений? У нас есть такая незатейливая мелодия. Мы сейчас вот пишем новый диск, вот, и называется она «Песочные часы». Ну, это как бы такое небольшое отступление, совсем там немножко, но, в общем-то, мы думаем, что получится композиция. А мы с вами прощаемся. Это была программа «Секреты бытия» и я, ее ведущий, Анатолий Паник. До свидания. Кто мнит волшебникам себя, Кто мнит пророкам, Кто ищет чудеса везде, А много ли в них проку? Зачем всем чудеса нужны, Дается дар немногим? Любовь и добрые дела Всегда приятней Богу. Зачем же нам дана любовь? Нам дана любовь Ребенку радость подари, Дай милость в стране ищи, Слепому мужу в родине Имеет терпение ближним. Зачем же нам дана любовь, Решать опять сначала? Ведь что посильней, что пожнешь, Закон для высшего начала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова